Существует мнение, что детям всегда нужно говорить правду, какие бы острые откровенные вопросы они не задавали. С этой задачей блестяще справилась Юлия Гладских, начальник управления образования администрации ЗАТО Североморска. Родилась в 1970 году в поселке Гремиха Мурманской области. Большую часть своих школьных лет провела в Североморске. Закончила педагогический институт. Сразу после выпуска пошла работать в комиссию по делам несовершеннолетних. Однако все же большая часть ее профессиональной деятельности была связана с педагогикой. С 2004 года работает в управлении образования, в 2019 стала его начальником. Вот что успела рассказать Юлия Владимировна в своем вступительном слове. Ребята задавали вопросы разные, оригинальные, а порой даже личные. С каким животным вы себя ассоциируете, на что у вас не хватает смелости, какой ваш любимый фильм, еда, напиток и многие другие. Поговорили во время встречи о значимости профессии учителя. Ведь педагог это тот человек, который проводит с детьми времени даже больше, чем их родители. Надеюсь, что высокооплачиваемая должность самая во всей стране должна быть только у одной профессии. У одной. Это учитель. А как вы думаете, давайте еще раз, в чем значимость профессии? Вместе с учителями закладываем мышление и общественное мнение. Вот. Что они вам будут говорить, в том обществе мы будем жить. Затронули во время беседы проблемы современной системы образования. Нехватка учителей в школах, нецелесообразность проведения четырех экзаменов в девятом классе, выход из баллонской системы, сокращение числа выпускников. В конце встречи гости дала ребятам ценный совет. Не стоит жить только сегодняшним днем. Мыслите наперед, смело смотрите в будущее. За отведенное время Юлия Гладских ответила на 22 вопроса. Но в будущем обещала вернуться и ответить на все 100.